4 минуты, чтобы понять трансгуманизм Человек всегда стремился преодолеть присущие ему ограничения, исправить повреждения, причинённые ему болезнями или несчастными случаями, и расширить свои способности за естественные границы. Научно-технический прогресс даёт возможность достичь этих целей. Имеющиеся уже сейчас возможности порождают надежды. Но как именно человек будет использовать эти новые возможности? Разработка в сфере биотехнологий электронных имплантантов позволяет заживлять в тело всё более совершенные искусственные органы и конечности. Мы уже можем искусственно активизировать мышцы в парализованных конечностях и управлять частотой биения сердца. Недавно было создано полностью искусственное сердце. С помощью кахлеарных имплантов мы можем почти полностью восстанавливать слух, а сейчас разрабатываем электронные устройства, способные восстанавливать зрение. Когда тело соединяется с машиной, оно становится новой системой, одновременно и биологической, и электронной. Мы вошли в эпоху кибергизированного человека. Еще пример. Посмотрим на кожу человека. Уже давно мы можем выращивать ткани из отдельных клеток для пересадки, а сейчас с помощью клеточных технологий мы научились восстанавливать и целые органы. Теперь заглянем в самое сердце человеческого организма, где работают различные вещества, а также лекарства, которые принимает человек. Многие исследования в области нанотехнологий сейчас сфокусированы на том, чтобы повысить эффективность таких лекарств благодаря механизму целевой доставки веществ. Когда-нибудь эти технологии позволят нам отправить в тело пациента нанороботов, чтобы доставить точно рассчитанные дозы лекарств к больным органам, почистить артерии пациента и даже сделать людей бессмертными. Из покон веков человек также стремился расширить собственные телесные возможности. Когда-то имитируя животных, человек создал машины и приспособления, позволяющие передвигаться в самых разнообразных условиях, научился управлять ими. Сейчас автономные роботы сделали возможным изучение ранее недоступных мест, таких как поверхность Марса или Венеры. Технологии виртуальной реальности сделали доступными опасность для человека окружения, позволяя, например, работать в радиоактивной среде. Технологии дополненной реальности делают доступными базы данных, расширяя наше восприятие мира и умение управлять ими. В то же время наши дома, офисы и автомобили становятся все более умными. Последние достижения в области телекоммуникации расширяют человеческие возможности для общения. Например, разработана коммуникационная одежда, позволяющая отслеживать местонахождение состояния носящего ее человека и обеспечивающие ему доступ в интернет, телефонной сети и к информационным базам. Таким образом, может быть, ведем постоянный мониторинг состояния и здоровья человека. Соединенные с другими людьми, человек вступает с ними в симбиоз, а индивидуальные сети, соединенные друг с другом и с интернетом, формируют суперорганизм, в котором каждый отдельный человек является одной клеткой. Сила доступных науке возможностей и ее способность перестроить человека остро ставят вопрос о природе человека. Кто этот новый человек? Кто эта личность, общающаяся с другими с помощью вживленных передатчиков и обладающая невиданными ранее возможностями? Нужно ли нам опасаться появления этого нового человека или ожидать его с надеждой? И, возможно, этим человеком сможет стать каждый из нас.